Спасибо. А скажите пожалуйста, сереньки нужно прервать сереньком или оставлять две почки, а оставший кусок использовать для других прививок? Правильно, вы же ответили на вопрос. Две почки, может три почки, а на две почки попадает под косой сереж или под клин и сажаются. А то, что чуть выше, еще можно использовать, а потом еще. Но ниже я покажу фотографию. Второй вопрос. Нужно будет надевать пакет на прививку? Я сторонник именно прозрачный к пакету. Я сегодня ходил по саду, у меня под пакетами, смотрю кое-где. У меня черешни начали просыпаться под пакетами. Раз, и еще скажу кто. А, персиковая Мичулина начала это. Само удивительное, абрикосы пока спят. Ну посмотрим. Но уже начали. И третий вопрос звучал так. Когда нужно будет снимать ленту с места прививки? Я не нашел фотографии, не надо попадалось, потом опять у меня тысячи по темам плохо распределены. Вот. Помощницы и секретарши нету, кто бы этим занимался. И я сам ничего не успеваю. И у меня есть фотография. Весной приезжают, привозят. Я дважды видел это чудо. Весной привозят, еду с известного питомника. Заехали, купили пару саденцев, грузили их машину. Я говорю, а что тут пленка не снята? А сказали, сами снимите. Я на их глазах снял пленку, у меня есть фотография. А под ней корыня. Все. Все. Когда снималась пленка, вместо с пленкой кара снялась. Вот. То есть, вот на таком расстоянии пленка. То есть, это и осталось только под мой. Такая нехорошая вещь. А когда я обратился на рынок, еще к одному, по миру называть не буду. Вот. Я вот черт и пленка не стал весной. А, сам объясню. Он даже и не смотрит, что там под пленкой делается. Вот. Ну, и еще обидно, когда на мои замечания, еще обижаются. Так. Ну, фотографию я тут же сделал. Все это было 3 дня назад. Вот это скелетная прививка. Вот так вот, полиэтиленовая и все. Вот. Это уже лучше. Идем дальше. Значит, это у меня, что за фотография? Раз, два, три мертвых прививки. Значит, а вот это, что интересно, вы знаете, на априкосе, на культурном, это второй этаж, а вот третий этаж, в прошлом году все три прививки были мертвые. И только на априкосе, межвидовая прививка, на априкосе у меня хорошо пошла именно слива Венгерка. Вот. Ну, там Венгерка есть, то ли Грация, то ли Богатырская, то ли Сорочинская, на Венгерка. Вот что удивительно, я как бы говорю, ребята, вроде бы я и приватчик не из последних. Ну, вот, три мертвые прививки, абрикос на априкосе, а это пошла. Значит, я подчеркиваю, это специально, это учеба, что на дальнейшем, я, кстати, с нее и с этой прививки. То есть, с этой, я уже там выше, я отрезал те свет и привил снова. Вот. У меня, я учусь, набегу. Прямо набегу. Вот и перебывайся, тоже набегу. Значит, сегодня в этом, сегодня вот сапожили завал, ватсапе есть такая группа. Ну, там несколько сотен человек, по-моему, всего. Ну, зато самое интересующее. И вот там был вопрос, я сейчас объясню, учеба, учеба. Значит, был вопрос задан, можно ли привить абрикос на бисею? Ну, бисея это вишня, бисея на вишне, это кустарник. Я категорический противник. Вот, значит, до сих пор. Единственное, прислали мне ролик, там упала как раз, купленная в питомнике на бисею абрикос. Один упал, на нем было два десятка плодов. Фильм вы видели. А все же одни и те же, правильно? Многие из вас видели. Упал. Значит, на втором два десятка плодов, а еще на двоих ноль. А они-то четырехметровые. То есть, это называется, сочинка выделки не стоит. И вот она ругается, потому что хозяйка ролика ругается. Почему? Только когда она увидела, что когда упал абрикос, а вишня поперла, говорит, вот, а это же вишня. И вот теперь, как прошло четыре или пять лет, как она купила, теперь уже караул, уже поздно кричать, уже, как говорится, эти, боржоми пить. Вот, кому претензии предъявлять? А к тому знаменитому питомнику. Вот. Надо было четыре года назад. А, ничего. Ну, прививка на полукарниковый подвой. И ведь не напишет их, что на вишня. Им же продать надо. Они что, дураки? И вот получилось, что, значит, один пример. Сегодня, во время разговора, там, на этом самом, ну, переписка, разговоры, садоводства по жертву на этом канале, вдруг, я когда все это рассказал, что массовая гибель, вдруг человек пишет, а у него 20 лет, как этот самый, уже, и прекрасно плодоносит на бесей абрикос. Ну, я его поздравил, сказал, что, ну, конечно, это тебе не из посылки полумертвой. Поздравил, он сказал, здорово, поделись. Вот интересно, пришлет ли фотографии? Пришлет ли словами описание? Не только я попросил. Я учусь на ходу. Пришлет фотографии, покажет крупный план, покажет основание штамба, где привито, каким способом привито, на какой высоте привито. Я это слово. Я не буду извиняться, что массовая гибель. Это правда массовая гибель. И дальше буду говорить, не покупайте в питомниках то, что сосновская полукультурная, нет, не полукультурная, а полукарликовая подбойка. Не покупайте. Вы видели это слово? Не покупайте. Это и буду говорить. А вдруг он покажет прекрасное дерево, 20 лет. А кустарник он маленький, он 2-2,5 метра, согласно этой самой справочникам. А абрикос там мощный, вдруг он 3 метра. Красавец, весь в плодах. Я сейчас мечтаю. А вдруг он молчится? А давайте, а вдруг это засланный казачок. И такое может быть. А почему я это говорю? Потому что меня заставил перебываться на ходу чернобаев. Итак, видите прививку на абрикосе? В голову бы не пришло. На абрикосе привито. Я вам прошлой осенью показывал плоды. На второй год уже на нескольких были плоды. Плоды крупные, отборные, вкусные. 50-60 граммов. Ой, красотища. А что я взял? Я последовал примеру чернобаеву. Он бай прививал. Мои же. Вот эти же, мои же, мои же, подчеркиваю. Тут далеко бегать не пришлось. Далеко ходить и надо. Собственный сад. Раз привел. В прошлом году десяток. Позапрошем году пяток. А в этом году штук 30-40. Я не успокоюсь, пока не повторю успех чернобаева. Раз. И пока они у меня из темно-синих не станут розовыми. Два. А почему я так говорю? Да какой ты, что ты лезешься? Ну и занимайся, копайся себе. А мы тут при чем? А вы все при чем? Вот же. Три, это же учеба или нет? Три прививки абрикоса на абрикос мертвы? Я же не специально их умертвлял, чтобы вам показать. Мертвы. И прекрасная прививка этого слива на абрикосе оказалась роднее абрикосу, чем абрикос-абрикосу. А? Значит, можем? Я преклоняюсь перед художником Чернобаевым. Он мог стать великим садоводом, но вы видели его картину. Но вот он это, а так вырастил еще и это, набил погреб и доволен. И жена его лечится этими самыми венгерками, плодами. Все, высказался. Я надеюсь, что это была учеба, пусть и долго. А как коротко говорить? Что абрикос-абрикос не пошел. А если пошел, тогда надо объяснять, почему? Почему роднее слива абрикосу оказалась? И тут мы вступаем в эпоху. Биологическая совместимость, биологическая несовместимость, да? Поехали дальше, хватит леса точить. Так, это было 26-го, 3 дня назад. Вот, и этот самый. А снег был 25-го, по-моему. Ну, короче, первое впечатление было, сильно прихватило морозом. А сейчас я смотрю, тепла нет, но и холода нет. Распускается абрикос, будет у меня выражать? Будет. А вопрос здесь не случайный. Дело в том, чтобы мне вдруг взял... Вопрос у тысячи, но я выбираю, какие всем интересны. Вопрос был такой, что значит, сын-мажутся на 5? 5 поколений? Спросил человек. Нет, пронумировал деревья, где самые интересные эти, абрикосы. А, и вот ещё, знаете, что? Да я не просто... У меня есть... А фотография ещё... Ой, да ещё фотоаппарат и фотография. Вот, ну-ка. А тут секретов нет. Это я сегодня фотографировал. Вот. А давайте пробежимся. Хороша ложка к обеду. Уже завтра это будет неинтересно. А то фильм посмотрите потом. Вот. Посмотрели. Черешня пошла, видите? На вишню. И давайте так. Так, я стараюсь, чтобы каждую фотографию подбирать по сезону. Сезон перерыв закончился? Нет. Вот. Если у меня 3 дня назад было минус 9. Нет, не закончился. Снег долго сходил, сходил, сходил. Так. И сейчас ещё только весна. Там, где позапрошлый год зацвели деревья. А из-за того, что долго сходил снег метровый, там тоже задержалось. И там не поздно привить. Смотрите. Это Привыковский лес специально в штамповую вишню. Вот она. И зелёная, видите? Я ничего не выдумываю. А, вот крупный план. Получилось? Получилось. Сейчас пробежимся, а это учёба. Вот. Будем учиться на бегу. Прирабоваться тоже на бегу. Почему? Потому что если вот это вот черешня, и вы возьмёте другую черешню, с самым растеком в мире, или вишню, чтобы получить гибрид, если честно, вы потратили десятки лет, а крупнейший учёный нашей страны, как он на меня обиделся, я фавилью не называю, обозвать Железова в крупной газете проходимцем, только потому, что у меня за несколько лет абрикосы стали в два раза крупнее. Его, а я не виноват. Каждое поколение укрепляется. Ну, я тут при чём? Я их даже не ожидал сам этого. Ну, похвастался в газете. Проходимец. Да? О, Реблик Александр Алексеевич. Проходимец я в Москве тоже, а то-то-то ладно, свой абаканский. Вот. Ну, чё с... По соседству не обозвать, проходимец. Вот, видите? Нет. Вот только имея вот такие суперподвои, а их может быть во всех сотнях ГСО и сотнях НИИ. Хорошо бы ещё и в вузах бы, чтобы сразу студенты руку набивали. В сотнях. А это прощипали на репы. Я их даже не выращивал. Вот как надо. И всё. И покрывать вначале учебность этой. А потом только вы же, господа учёные, всё равно продолжайте. Все продолжайте вас саженцы. Раздражать. Потому что иначе не выкаривали. Вас плохо... плохо вас, как называется, фронансируют. Ну, так займитесь сразу делом-то. Не теряйте 30-40 лет на всякую лету. Я уже говорил, недостатки идти этих самых, когда скречиванием занимаются. Ну, не выкнишь. Потому что головой не прыгнешь при скречивании. Ну, не прыгнешь. Ладно. Сейчас я когда-то... Сейчас надо выбраться отсюда. А, вот. Ну, это уже всё. Вот она прошла. Это она прошла. Как её назвать? Это самая... Заморозок минус 9. Но Манжурца лучше всех. Вот. Это у меня последние персики. Дело в том, что прошло лет 15, как ко мне их привезло из Минусинска. Как посадил, так посадил. Вот. Это те самые старики 15-летние. Ни живые, ни мертвые. Самое страшное, мы до сих пор черенки берём. Поэтому у них вид такой несчастный. Вот. Почему не переехали в научные сады? Ну, вот Инна Александровна переедет, когда её позовут. У неё будет богатая, приданная от своей папочки, от железной. Богатая, я обещаю. Вот. Только для того, чтобы она записть стала доктором наук. Да почему записть? За три. Нет, пять. Сад вырастет сразу доктор наук. Вот. Ну, это фотография учебная. Видите, это моя груша. Посмотрите, она в покрытом хом внизу. Это нормальное состояние. Я даже шубой называю. Никаких скребков. А вот это вместо меня скребут кто? Птицы. Есть эти самые дятлы, но дятлов у нас нет. У нас есть маленькие как бы мини-дятлы. Мини-дятлы. Вот эти мини-дятлы, я их так называю. Добят, долгят, долгят. А это жизнь. Почему? Да потому что груши боятся сырости. И даже в нашем сухом краю боятся сырости. И это служит одной из причин нераспространения груш. Вот. Соседи. Еще один сосед. Ну, вот я не собирался. Ну, у нас за свежий же все. 29-го снимал. Ну, посмотрите. Вот соседа большая площадь, да? Чем засадил? Соснами. Деревья, какие у него оставались, предыдущий сосед уничтожил яблоневый сад полностью. Я фотографии показывал в те годы. Вот. То, что у него удалось сохранить, он белит. Он не белит, нет. Он их красит. Отучить бесполезно. Я здесь. Помните, я в двух фильмах показывал другой сосед с той стороны дороги. Тут мои груши каждый год белит. Я говорю, это мои груши. Их не надо белить. Я читал. Вот это, вот она жизнь такая. Вот. Вот на хрена он белил? Вот они же губят эти, они не понимают, что они губят. Не понимают наука. Она, ладно, хоть начиналась-то с этих самых, с гашеной извести. Ну, торгаши же приучили миллионы людей покупать у них краску. Краску. Ну, там просто вырубят их, чертовой матери, чтобы это. Хоть краску не покупать. Но ведь ты же купишь краску, оплатишь деньги. Покрасишь. Несколько лет будешь мучиться дерево, пока умрет. За это время ты его сто раз обольешь ядами. Ты будешь поливать, думая, что чем больше воды, тем она оживет. И в конце концов погибнет. Ну, сразу выпили ты ее. Ну, вы представляете, друзья, что делается-то? А, Елена Александровна. Караул. Когда ты все это изменишь? С Рыкалиным. Вот. Со своими друзьями. Так. Пропускаю. Ну, смысл тот же. Даже у меня груш имеет такой вид. Но зато я наелся груш. Вот одна радость. Вот. Я хотя бы груш наелся. А ничего не могу поделать. Дело в том, что это... Хоть я их не осветляю, но выдержать только они... Ну, самый старший мне 35 лет. Хотя, да, с другой стороны, это уже почти пенсия. Вот. Опять манчжуриц. Вот он самый распущенный. Самый-самый. В прошлом году ветер 20 дал. Вот. И опять манчжуриц. Я ее специально сфотографировал, чтобы вы знали. Вот так делается... Это все сегодняшнее, к вебинару. Вот так делается обрезка на омоложение. Она не так не старая. Ему лет 20. Но. Мелкие-мелкие плоды. 10-20 ведер. Вот. Морозов не боится. Почти каждый год густые эти... Урожаи. Да. Но главное, не сметь ничего делать, кроме того, что отпилить и все. Вот. Ну, понятно. Чего-то не понятно. Вот. Кусочек питомника показал. Сейчас сюда будут расселены время, сколько хватает. Уже чуть-чуть поздновато, но на все не хватает. Видите, на дальнем плане привирки. Вот. Здесь будут посажены абрикосы. Вот. И потом они будут прияты, прямо не вынимая горшки. Вырастут в горшках и продаваться будут в горшках. Это, значит, солома... Ну, не знаю, кто Сергея надоумил. Я против ничего не имею. Ему надоело в междурядях тяпать. Тяпать, тяпать, тяпать. Мало того, что выщипывать надо эти саженцы, вот сейчас полезут. Вот. Видите? А вот уже саженцы вырезали. И вот этот вот соломы, чтобы меньше тяпать. А с другой стороны, она со временем перегнет. Тот же самый этот. Тот же самый перегной. И то же самое удобрение. Вот. Вот. Видите? Видите? Вот. Кому надо, можно подучиться даже этому. Вот. Посадка на холм. Посадка на холм. Дело в том, что вы не смотрите, что здесь всё обкопано. Мы не это. Мы не... Почву не трогаем, когда садим. И фильмы видели. А так получилось, что это была грядка с укоренёнными этими там... Кустарниками. И попалась грядка как раз, где вот проходит линия. Ну, так и вышло, что... Что ж теперь ждать, пока... Дёрна растёт. Но на самом деле мы никогда, не считая вот это редких случаев, мы никогда дёрн не трогаем. Здесь он был тронут два года назад. Вот. Ну, а здесь вы видите. Засветает. Это уже культурное. Черенки были взяты на прививку. А всё, что осталось, зацветает. И тут я вспоминаю, знаете, как вспоминаю? Как анекдот. У Тимирязевской академики, агронома, спрашивает Троценко Павел. Мой друг, поморщик, редактор моих книг. Почему? Вы присвоили фотографию Железова. Тимирязевская академия. Фотографию Железова. Переименовали. Теперь это не Серафим, а Успех. Теперь у неё есть авторы, две фамилии было. Потом убрали, да. Ну, убрали. Но на тот момент две фамилии было. И была целая биография. А фотография моя. Значит, всё это было выставлено из пальца. И вот я почему не люблю Тимирязевскую академию. Потому что там надо им это... Не руководство менять, просто руководство озариться и пригласить сибиряков. Как когда-то, когда гитер к Москве подходил. Спасли Москву, спасли страну. Сейчас бы по-немецки бы разговаривали. Если бы они себе летели... Сейчас бы по-немецки бы разговаривать. Причём не все. А те, кто выжил бы чудом. И сейчас по-новому надо брать в Москву. В хорошем смысле. Вырастет суперсад. А он откуда берётся? Вот отсюда. И вот когда этот агроном, отвечая... Я отвечу на все вопросы. Да, ответьте, почему у вас саженцы есть, а своих фотографий нет. Нет, нет, есть у нас, есть у нас, есть у нас сад. Есть, есть. Но он не плодоносит. Я думаю, вот эта фотография как раз к этой теме. Плодоносит или не плодоносит? Ну-ка, тот агроном, смотреть в глаза. Но режем. Сильно режем, калечим. Но всё равно плодоносит. Так, пора остановиться. Чёрный абрикос. Вот. А это, знаете, тот самый ранний от пианиста. Не выдержал. Одно всё-таки. Купил у него членки. Одно вот это. Это называется ранний пианист. Посмотрите, какие плоды будут. А я... Дело в том, что... Ну, ребят, учёба. Не совсем учёба. Здесь нет такого простого. Бери лопату, делай то. Вот такой срез. Вот тут отпилил. Вот тут вот примотал. Нет, здесь всё гораздо серьёзнее. Может, не для всех. Не зря у нас так мало просмотров. Не для всех. Дело в том, что я видел их, пробовал их. Размер плодов. Он самый мелкий был из той пятёрки. В той пятёрке было... Это самое. Два от меня. Королевские. Два... А им же уже по 27-то лет. А они в Челёвшках. А там-то другой климат, ладно. Там горы, ладно. Но там у него нет соседей дикарей. Тут-то у меня вот рядом с ним два дикаря растёт. Вон там на дальнем плане. Вон он дикарь засветает. Ну, дикарь относительно. Мы уже давно не дикарь. Ну, по привычке назовём дикарь. И вот я пробую плоды. А он самый мелкий. Из пяти. Причём неизвестно от кого. Такая рань у меня таких ещё не было. А рань она тоже хорошо. Объясняю почему. Попадает под заморозок. Один был несколько лет назад. 9 мая. Минус 10. И чисто. Всё-всё-всё уничтожило это. И как раз светение на 9 мая. Сад чист. У меня фотография. Я могу фотографию установить. Какой год. Но не сейчас. Не помню. А ещё тремя годами началось. Ну, 22 апреля. Сверхранняя весна. 22 апреля. Всё, в свету. Бах. Опять минут 10. Ночью. Опять всё помёрзло. Чёртый мать. А у меня случился анекдот, когда абрикосы-то. В персике-то были. А как получилось? В персике менее морозостойкие? А были. И цветы менее морозостойкие? А были. А проскочили между двумя волнами заморозков. По-серёски. Это означает, что, допустим, этот может завязаться плоды. Потом этот дальний зацветёт. И в это время ударит мороз. Смотришь, ранее-то пронесло. То есть не обязательно, чтобы сильно поздно. Надо, чтобы было и сильно поздно, и сильно рано, и в самый раз. То есть три варианта этих самых сроков. Поздний, средний и дальний. Вот поэтому я взял, не поленился. Вот, правда, единственное дерево ранее. А нет, ещё одно, ещё одно есть. Уже, это, с одну по другим номерам. Два. И я на них привил, прививки сделал, сделал. Ну, хоть одна пойдёт. Раз, два, три. Прививки я сделал. А у них же тоже свои характеристики, если пойдёт мощный рост. Как поменяют сроки? Как поменяют размер плодов? Я же тут ничего не прервал, меньше 100 грамм. Королевский прививал. Поздний Филиппик прививал. Поздний пианистов прививал. Крупноплодный Железов прививал. И чёрный привал. И теперь, а это все эти, знаете, как их называют? Когда он выросл мои плоды, Владимир Ков, Царство Небесное, вот, Илья Алексеевич, он их назвал 100 граммовики. Вот теперь появился новый термин, 100 граммовики. То есть, если 100 граммовики, это высшая лига. И вот здесь всё, как вы видите, прививок, это всё высшая лига. И тогда получается, ещё не понял, чем я клоню, люблю поговорить. Укропняться или нет? Потому что это середнячок. Вот этот ранний пианиста, сверхранний пианиста, это середнячок. Вот так. Идём дальше. А, ну, а это мы уже с вами проходили. Теперь у меня задача выбраться отсюда. Помните, я в прошлый раз тоже не мог выбраться? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, вы специалист. Вот тут... А, всё, слава богу, выбрался. Там ещё много интересных фотографий, но я, может, показывать не буду, потому что план другой. Итак, что такое Сын Маньчжурца номер пять? Это не пятое поколение, окончательно отвечаю. А это один из самых титулованных. И у меня где-то фотографии... Нет, фотографии я показывал на предыдущих вебинарах. Там была фотография, несколько черков, срезанная с этого. С Маньчжурца, ну, назовём его номер шесть. Его нет в каталоге. А там самые крупные плоды были. Я их показывал. На Маньчжурце, на непривитом, до где-то сорока-сорока пяти грамм. На Маньчжурце это мировой рекорд, извините. Тем более, он же какой? Заметьте, если бы он был бы сеянцем, имел папу-маму, а он-то не имеет папу. Поняли? А как он стал таким крупным? А я вам рассказывал. Инфицирование, понимаете? Понимаете? Догоняете? Вот, интересно же. Так вот, ни одной из этой вещи мне не куплено. Вода у них в холодильнике лежат. Почему? Потому что определенный круг людей, он с такой впечатлением, он сузился после того, когда Боднер умер, Латинков умер, Долматов умер. А, ну я его высыл, да? Я Долматов выслал вот такой вот, вот такой вот черенков, вот такой вот, как назовем, веник вот такой вот, да? Ничего не пожалел, весь сад обрезал. Он должен был с дочкой Латинкова, с Ольгой, вырастить новый сад. Понимаете? Новый сад, новый, новый, новый. Но, дело в том, что он взял и умер. Что будет дальше? Вот. И это бесценное сокровище, где-то сейчас там лежит. Оля Латинкова, замечательная женщина, но не садовод. Вот, еще недавно, несколько месяцев назад родила. Вот. А еще и косточки я бы выслал. Они не пригодились, как ему поздно, хоть он их ел, и пригодились, как, это, профилактика онкологии. Ну, поздно было. Вот. Но они просто где-то лежат. А ведь это же ценнейшее, ценнейшее будущее сеянцы. Вот. И, может быть, кто-то там из тамошних, из Селябинца. Вот. Или Золотоусток. Кто-то бы еще бы, нашелся бы такой, как вот Латинков. Видите, я вот так кручу виска. Такой, как Железов, как Латинков, как Бондар. Как бы это самое. Вот. Ну, еще десяток фамилий могу назвать. Вот. Потеряли Долматова, и все, и что дальше? А я вам плачусь. Что дальше-то? Что, целый сад теряем? До Москвы же не добрались. Вот, смотрите. Одна из фотографий. Снизу отрезается. Верхушки. В общем, я всегда говорю. Представьте все образно. Вот если тут полметра, снизу тихо, а если еще одним движением, почему я железу пропагандирую одно движение? Это максимальная сохранность бесценной ветки. Взял, где-то нож. В качестве ветки. Допустим, раз. Перевернул, два. Клин готов. Когда вот до этого будет мастерство достигать, смотришь, клин вот такой. Тут две почки. Значит, ага, использовано 10-15 сантиметров. Значит, в следующую. Еще можно. А остальное уже выбрасывать. Две, три прививки, они будут самые ценные. С самого низу. И, брат, ты меня довел до инфаркта. Вот. Мой брат Юрий Васильевич Зелезов довел меня до инфаркта. Присылает мне ролик. Там самый главный сад от России, вот так и называют, прерывает верхушки. Господи, ты бы пожалел меня, чтобы вот этого не видеть. Ну, пирожник должен пироги стряпать. Ну, великий организатор, все понимаю. Ну, что же делать-то? К чему ты учишь? Ладно, насчет инфаркта я, конечно, преувеличил. Вот. Ага, 25-го это было. Просыпаюсь. Звоню Сергею. Сергей на даче, в саду ночевал. Вот. Минус 9. Позвонил другу на береге Несея. Мой земляк живет. А на берегу Несея дом прям стоит. У него минус 7. Вот. Вот тогда я думаю, господи, слава богу, что у нас 25-го апреля не распустились цветы. Вот. Так повезло. И сейчас идет... Ну, я покажу фотографии. Так. Значит, вопрос был еще один мне зададен. Такой. Почему не мульчируете сухим седом вокруг Саренца? Я так увидел, это была дата сегодняшняя. Я тогда специально для него вот эти фотографии-то и делал. Он спросил, почему не мульчируем вокруг Саренца? А у меня получается мульча вот так вот. Вот так вот. Видите? Да, они вокруг Саренца. Вот. Дело в том, что у меня есть фотографии, а я их называю обвинительные. Когда мульчируют, тут написано сухим сеном, но оно сегодня сухое, а завтра прошел дождь, и под ним сыро, и абрикосы-груши сгнивают. Поняли, почему я не мульчирую вокруг Саренца? Есть у меня мульча, и есть фотографии. Вот. Так, ну это рабочие будни, посадка семян будущих подвою. Только подвою. Эту фотографию мне прислали. Человек сделал холмы, наподобие моих, но покруче, и у него там снегу больше. Тут у меня немножко, как бы, как бы душа раздваивается. Раз снегу больше, значит, холмы должны быть именно такие. Допустим, метровый снег. Ну, вот такие вот. Но они получаются крутые, и когда садить-посадишь, корни будут как бы в воздухе висеть. То есть на тот уровень почвы. И здесь они будут мерзнуть. Вот в чем беда. Тогда получается, хотите такой высоты, давайте еще тут три тележки, он сказал. Тогда, может быть, надо еще пять тележек и размазать. Вот, потом он мне присылает еще фотографию. Уже полуразмазанно, видите, он. Ага, пониже. Вот. Уже лучше. Ну, я просто сочувствую тем, у кого... Раньше я завидовал, у кого большой снег. Но когда у меня начали выплевать первые абрикосы, и не только у меня, по соседям, вот. Значит, по друзьям выплевать. Вот это мне дошло. Глубокий снег, это даже не подарок. Вот. И тогда я... Как смотрю на эту фотографию? Ну, ровная как стол. Значит, уже не будет так, как на остроконечник уже не будет так. Та же самая косточка высыхать, и уже нужно влага. Вот. И что делать? Да, потом еще просядет. Я тогда показываю другую крайность. У меня бесснежье. А, кстати, один из вариантов, это мне привет в Сумской области, Украина. Это мой друг Валерий Александрович. Вот. Салли. Вот. Салли. Вот, значит, это его учебная фотография. Значит, видит. Это персик. Холм он сделал. Так. Кстати, обратите внимание. Видимо, мое влияние. Видите, там сзади некий холм не видно. Вот. Холм он сделал. Но он сделал, я надеюсь, что это, ну, лужица временная. То есть, приживется сажение, смотрит, где держит секатор. Здесь, значит. Опять же, по железу половину кроны отрежет. Мы же учимся друг у друга. Вот. Я горжусь дружбой с этим товарищем. Горжусь. Вот. Есть причины для этого. И вот, получается, значит, со временем, когда он приживется, наверное, вот этот вот бордюрчик будет убран. Уже станет более пологим. Это два. Вот. Ну, вот этот товарищ, который холмы пропагандирует, то есть, который меня спрашивает совета, нормально ли, а это тоже его фотография. Вот как готовится человек. Нормально? Нормально, я считаю. Тогда я показал, я сдавал экзамен в 2015 году. Я купил этот участок за миллион рублей. С домом, сделанным из рубероя, да и опилок. Вот. И тогда я решил сдать экзамен. Если у меня вот этот сад. А то, получается, вы знаете, вы действительно учат преподаватели, не имея никакого понятия, когда на меня накинулась еще на это Наталья Медведева, кандидат наук, выпускница Тимиряжеки, кандидат наук. И когда мы действительно сцепились со мной, и своим братом, точнее, вот, которого приняли за это. А он тоже упустит Тимиряжеки. Они не знали, приняли его за этого самого. Ну, просто обывателя. Давай воспитывать. Но дело-то в том, что когда копнули глубже, оказалось, что она кандидат наук. Она травой занимается. Люпином. Понимаете? Люпин – это трава. Чего ж ты взялась учить, как калечить деревья, если ты их никогда не растила? Понимаете? Минута молчания. Это по этим, как бы обливаем минуту молчания по тем советам, которые загубили тысячи деревьев. Вот. Я кандидат наук. Но у меня шесть этих. То ли шесть сортов люпина, то ли у него... Короче, шесть достижений у него. Ты чего ж ты лезешь так априкосом-то? У тебя наверняка в саду ни одного нет. Иначе б ты не давал такие советы по уничтожению веток. И вот так получается следующее. Значит, я экзамен сдал. Пятнадцатый год, сейчас двадцать четвертый будет. Вот. Урожай видели? Сейчас ниже покажу. Дальше. Здесь получилось вроде бы... Смотрите. Это посадка на голое, на ровное место без заглубления. Так. Это самое... Просто снимок. Вот сейчас ямку сделайте и посадим. Всё. Несколько секунд. Ну, минута ушла на то, чтобы привести землю. Терешка. Всё. Ладно. Вот так ближний план. Смотрите. Всё учтено. Вот этот бугор сглажен перегноем. Вот в таком виде перегной не опасен. Не опасен. Не опасен. Вот и будет посажено. Саженец. И всё. Дальше. Я недавно смотрел. Практически он слился с землей. Ну, вот уже совсем его почти нет. Вот. Ну, слижался. И вот мне кажется, вот это вот частично тоже сляжется. Вот это вот. Сляжется. И всё-таки. Чуть-чуть бы ещё сгладить. Хотя мне его жалко. Это ещё несколько тележек. А у вас масштаб этого. Ё-ёй. Масштаб этого. Ё-ёй. Вот. Ну, про посадку достаточно. Главная фотография. Потому что, когда учат на пальцах. Вот. Сами знаете. Я почему неравнодушен докторам наук. Я вам порассказывал это. Ребрик мой. Это мог слышать на моём. Он главный редактор журнала. Он мог слышать это на моём семинаре в Москве. Я этот пример приводил. Вот. Значит. Газета Фазинда. Я открываю очередной номер. Ну, там в каждом номере моя статья. И статья, которая ко мне не имеет отношения. Ну, какой-то имеет. Потому что я же холмы пропагандирую. Так. Я пропагандирую холмы. И вдруг человек берёт метр-метр-двадцать. Пропорции как у... Да, полтора метра. Схема нарисована. И пропорция как у... Вот и самое. У пирамиды Хоопса. Смотрите. Полтора метра. То есть, по грудь человеку вот такой вот. Вот так вот. Когда я то увидел, я позвонил редактору и говорил. Это самое Ирина. Я говорю, вы что сделали-то? Разве можно, ведь люди сносят... Это, тележек двадцать, да? Вот это вот. Тележек двадцать, тридцать. А потом на основании посадят саженца. А он будет милый всю жизнь. Полтора метра до... До... До уровня. Олег Анатольевич, что вы хотите? Он же доктор наук. Минута молчания. Сколько люди ещё потеряли своё дерево. Идём дальше. То есть, без фотографий лучше учёбу не начинать вообще. Если бы тут... Там же была куча моих фотографий с абрикосами, с грушами, яблами. Я пропагандировал. Люди зачитывали своими статьями. Позетка держалась лишние годы благодаря моим статьям. Но ведь за мной же стоял урожай, 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 урожай. Ну, ты-то вот... Не схему нарисуйте, вот полутора метровую. То есть, сфотографируешь, что у тебя в саду вот такой вот. И там ещё абрикос растёт. Высотой пять-десять метров, как у меня. Научил. Ему казалось, что так должно быть. Сам-то, наверное, вряд ли дурацкие делал полутора метровые эти. Вот такой вот. Я не преувеличиваю. Вот такие вот чисто пирамиды Хеопса. Вот. Сам бы ни за что не делал. Потому что он бы сделал, поднял бы на полметра, тележки возить бы на этой ширина-то тоже полтора на полтора. Вы представили? Вы представили ширину полтора на полтора. И вот он тележку, тележку, десятую, двадцатую. А зачем ты на людей учить? Сам не попробовал.